Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас очень вкусная баранина, запеченная в духовке. Также у нас морковка по-корейски, маминого производства. Рецепт будет в инфобоксе. Заправлять мы все это дело будем наш арабом. Еще у нас чай с обалденными конфетами. Что-то много получилось наш арабом. Вот такие вот конфеты приготовила мама. Рецепт будет на нашем кулинарном канале. Айкук, ссылочку я вам оставлю. Хотя нет, это видео, наверное, выйдет завтра. То есть это видео уже смонтировано. Но мы как бы с мамой решили, что составим некий график выхода видео на Айкук. То есть каждый день в 12 по бакинскому времени выходит у нас видео. То есть каждый день у нас есть видео. И, например, у нас есть видео на 4 дня вперед. То есть на ближайшие 4 дня уже опубликовано. Мы ставим время и автоматически это видео выходит в это время. Хотим сделать какую-то стабильность на Айкуке. Возможно из-за того, что мы то появляемся, то пропадаем. Поэтому рецепты там не особо много набирают, если честно. То есть не могу сказать, что я прям довольна, как двигается Айкук. Но в любом случае, спасибо вам за поддержку. Спасибо тем, кто пишет хорошие комментарии. Мы, безусловно, это все читаем. Нам очень приятно. Поэтому я последние, наверное, где-то 3 дня очень много монтирую. Потому что мамины видео, они монтируются очень сложно. Минимум на монтаж уходит 2-3 часа. Хотя видео короткие. Звук я записываю отдельно от видео. Потом это все дело соединяю. Горячий, не могу прям. Быстро-быстро съесть, как я люблю. Также последние 3 дня я каждый день вечером хожу. Не потому что я хочу похудеть. Просто, вы знаете, в какой-то момент я начала замечать, что я иду в магазин, возвращаюсь, я ужасно устаю. То есть, вот этот пассивный образ жизни, он накладывает некий отпечаток. То есть, уже сейчас жить как пенсионер, это немного неправильно. Конечно, я понимаю, что моя работа дома. Я постоянно работаю. Вроде как у нас коронавирус, самоизоляция. И все дела, но обязательно нужно включать в свою жизнь какие-то физические нагрузки. Я сначала посмотрела в интернете беговые дорожки. Где можно купить, почем. Я не знаю, что-то у нас очень дорого. Вся эта техника стоит. И все мне говорят, что вот купишь ты себе беговую дорожку, она у тебя будет стоять. И служить просто вешалкой для старых вещей. У меня у парня дома беговая дорожка. Они вообще ее не пользуются. Просто так висят вещи на ней. И у многих так. Более-менее нормальная беговая дорожка. Это 40 тысяч. По крайней мере, варианты, которые смотрела я. Чуть дороже этот велосипед. Я бы просто хотела поставить телефон. И идти себе. Можно даже на балкон. Беговую дорожку. Так даже удобнее. Буду дышать свежим воздухом. Я хочу, например, выйти погулять часов в 11. И тут начинается. Мама, уже поздно. На улице непонятно кто. Ты молодая девушка. Куда ты выходишь? Три дня назад, когда была на улице, застала такую картину. Я, короче, до парка пешком дошла. Это где-то одна остановка. Какие вкусные конфеты. Очень. Дома можете приготовить такие сами. Рецепт внизу. Ну, в общем, парень вовсю такой ругается с девушкой. Кричит на нее. На весь парк. Орет, как ненормальные. И вот все оборачиваются, смотрят. Подошел другой парень. Вмешался в их разговор. И, в общем, я так посмотрела со стороны и думала, блин, как можно с таким парнем встречаться, который не может себя контролировать, свои эмоции даже на улице. Ладно, когда девушка истеричка. Ну, еще и парень истеричка. Это что-то новое. Как только я дохожу до парка, все. Вижу первую скамейку. Сама себе обещаю, что через 3 минуты встану. Вытаскиваю из кармана куртки телефон. И все. Это на 15-20 минут. Сижу лазью. То в тиктоке, то в инстаграме. Смотрю аналитику и все дела. Раньше у меня была какая-то прям, знаете, мания снимать видео. То есть, если на моем канале каждый день нету 3 видео, я прям чувствовала себя какой-то скотиной. Почему я не сняла сегодня? Я могла бы снять. Не знаю, у меня была какая-то навязчивая идея снимать. Сейчас я заметила, что такого нету. Я спокойно могу время уделить себе. Могу ходить, там, не знаю. Могу даже какой-то день вообще не выложить видео, как вы заметили. Но при этом удивительный момент. У меня все равно хорошие просмотры. Несмотря на то, что, например, я не снимала один день. Все равно особо там, знаете, просмотры не упали. Люди смотрят старые видео, когда нету новых. На Айкуке, к сожалению, такого нету. Не знаю, как там работает механизм. Ну, когда ты, например, 2 недели ничего не снимаешь, у тебя все показатели вот так вот вниз просто. Не знаю. Вроде я не выложила новое видео. Ну, и старые тоже никто не смотрит на Айкуке. Почему так происходит, я не понимаю. Хотя мне всегда казалось, что должно быть наоборот. Потому что кулинарные видео – это тот формат, который люди не ждут. Вот, например, сейчас я ищу, к примеру, рецепт пиццы. Вот я зашла, нашла, посмотрела. И в сообщество выкладываю. Что только не делаю. Все так медленно двигается. Просмотры хорошие не набираются. Вообще, в сферу кулинарных каналов сейчас прям не сунутся на самом деле, потому что огромная просто, огромная конкуренция. Все сейчас снимают эти рецепты. Уже есть миллионники, у которых огромная аудитория. Например, ты пытаешься найти какой-то салат. У тебя сразу в рекомендациях выходит видео, где очень много просмотров. А ты остаешься где-то на дне. Это имеет место быть. Айкук – это тот канал, который создан не для заработка. Это канал просто для души. Естественно, было бы приятно, если бы видео набирали хотя бы каждые 10 тысяч. Но, к сожалению, такого нет. И когда долго не снимаешь, вообще все показатели идут вниз. Я заметила, что кулинарные каналы, новички, у кого хорошо набирают просмотры, это те, кто в названии пишет, например, «Сделал блюдо из трех ингредиентов». А потом в процессе просмотра видео ты видишь, что это не три продукта, а, например, семь или десять. Вот. Просто такие заманчивые названия, они как бы собирают большую аудиторию. Потом просто плохие комментарии удаляются. Или в тиктоке меня раздражает. Например, в начале видео говорит, «Сейчас я позову на процедуру Карину Крост. Будем ей делать какую-то процедуру». Я ей написала в инстаграме, она должна сейчас прийти, и ты как дурак до конца просматриваешь это видео, и в конце она тебе говорит, ничего не говорит, просто заканчивается видео. То есть здесь удержание аудитории роли играет. То есть ты досмотрел этот тикток до конца, следовательно, она и дальше будет попадать в рекомендации. Когда я вижу конкретный обман, что я делаю? Вам тоже советую так же делать. Меня это раздражает. Почему кто-то должен меня раздражать? Я просто захожу к этому блогеру на страницу и блокирую его, чтобы больше его видео никогда мне не попадались в рекомендации. И все. Мои нервы целы. И он дальше уже пусть сам решает, как будет развиваться. Позавчера вижу видео. Огромная надпись. Она так сильно опозорилась. Там танцует гимнастка. Танцует или как? В выступлении гимнастки. Я думаю, посмотрю-ка я до конца. Что ж там она опозорилась? Интересно стало. Досмотрела до конца, а там ничего и не произошло. Зашла на страницу. Заблокировала аккаунт. И думаю, развивайся дальше. Просто без обмана. Естественно, сейчас как бы обложкой название это важно. Но это должно быть не обман, я считаю. Чай у меня уже закончился, моя хорошая. Было невероятно вкусно. Правда, очень жирно, поэтому доесть не смогла. Ну, это все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами лайка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok